Корпорация тяжёлого рока Восьмого октября наша съёмочная группа побывала в клубе Rock House, где состоялся ломовейший концерт группы Вослом, играющий лихой бразильский трэш-метал, без сантиментов и реверансов. Музыканты посетили нашу страну в ходе своего первого европейского турне. Вслед за Москвой группу Вослом отыкрали свою программу в Воронеже, Липецке, Пензе, Нижнем Новгороде и Дмитрове. Сегодня вечером у нас большой металл-концерт и наш специальный гость из Бразилии – Вослом. Расскажите нам и нашей аудитории об истории вашей группы. Я и Франциско, Фернандо Остер, Франциско Станешь. Мы создали группу в 1997 году, когда мы ещё были учащимися в высшей школе, но только в 2009 мы решили, что надо заниматься группой серьёзно. После прихода Рафаэля Яки и Сильвана Гиллера мы закончили запись первого альбома под названием «Time to Rise» и выпустили его в 2010-м. После этого мы стали играть более профессионально. Мы выпустили первый альбом и два видеоклипа и начали тур. В прошлом году мы совершили тур по Европе. В нескольких странах мы выступали на фестивалях. Наш тур длился 45 дней. Мы отыграли примерно 30 концертов. И после этого мы начали свой новый проект под названием «Evolustraction» – наш второй диск, который вышел в июне этого года. И вот мы снова в туре. В том числе, вот мы в первый раз находимся в вашей прекрасной стране. Разогревали в бразильцах наши отечественные коллективы. Московская группа «Масс Мэднес» с моднейшей вокалисткой «Блади Пай», играющей «Дэд Метал». И спецгости. Маниакальные российские трэшеры. Коллектив «Маник Ди Прэш». Что вы думаете об этой площадке и нашем сегодняшнем мероприятии? Замечательное место. Спасибо, что пригласили нас играть здесь, в рок-хаусе. Это наш первый концерт здесь в России. Мы приехали вчера, и вот сегодня уже выступаем. Мы ожидаем, что вечер пройдет очень хорошо здесь у вас дома. А что вы думаете о наших молодых металл-командах? Вы их сегодня уже слышали. Наиболее великолепна была, по моему мнению, вторая группа с женским вокалом. Не помню ее название. «Скрим». Да, «Скрим». Вы знаете, мы в этом туре играли с большим количеством молодых групп. Это позволяет почувствовать, что металл жив. Что молодые люди, подростки играют тяжелую музыку. Это очень важно для того, чтобы металл жил. «Скрим». Что бы вы пожелали своим фанатам? Мы трэш-металл-группа, которая появилась и развивалась сама. Поэтому мы призываем своих поклонников посещать наш сайт, заходить на нашу страницу в Фейсбуке и других подобных дерьмовых сообществах, а также писать имейли. Мы всегда на связи, мы всегда ответим вам. Никаких проблем. Вы просто заходите к нам, и мы уже тут. Какие у вас планы на будущее? В общем, мы и дальше будем заниматься трэш-металлом. А вы когда-нибудь выступали с известными группами в Америке или Европе? Такими, как «Металлика», например? Это будет осуществившейся мечтой, если однажды мы сыграем с ними. «Металлика», «Слэйер», «Экзодус», «Мегадесс» и другие. Мы еще никогда не играли ни с кем из них. Мы играли только на европейских фестивалях. С «Антумбет», «Хипокриси» и другими группами из Европы и Соединенных Штатов. Но, в общем, все еще может быть все впереди. Желаю вам еще новых альбомов. И хочу увидеть вас еще раз в России. Спасибо, ребята. И вам спасибо, что пригласили нас. Надеемся, что тур по России будет грандиозным. Корпорация тяжелого рока представляет... Новейший альбом группы «Коррозия металла» — 666 лайков. Презентации альбома стоятся в главных городах России. 16 ноября — Волгоград. 17 ноября — Орел. 22 ноября — Санкт-Петербург. 7 декабря — Красноярск. 8 декабря — Новосибирск. 10 декабря — Барнаул. И 11 декабря — Тюмень. Будет адское рубилово «Трэш и угар». Орел. Св Duo и с утра. Тюмень. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...